Всем охотницам за обеспеченной жизнью под крылом неприлично богатого мужчины можно сворачивать удочки и осваивать новую тактику. Светский обозреватель Бажена Рынска подметила тенденцию. Современные успешные мужчины перестали обращать внимание на длинноногих блондинок, призвание которых быть красивыми и радовать глаз. Теперь джентльмены предпочитают умных, успешных и независимых женщин. Мы составили список завидных мужей, которые женились на действительно выдающихся женщинах. Леонид Казенец и Юлия Хассия. Леонид один из богатейших людей России, председатель корпорации Баркли. Его жена Юля сотрудница департамента культурного наследия Москвы. Девушка с отличием окончила МГУ. Свободно говорит на английском и испанском. Настроена делать карьеру. Данил Хачатуров и Анна Меликян. Данил Хачатуров ушел от дизайнера Ульяны Сергеенко к режиссеру Анне Меликян. Олигарх всегда выбирал таких женщин, чтобы к красоте бонусом прилагался характер, желательно стальной. Идеальное сочетание всего этого он нашел в Анне. Талантливая, закаленная браком с непростым человеком, генеральным директором центра партнершип, она идеально подошла на роль спутницы жизни. Анна – успешный российский кинорежиссер, сценарист и продюсер. Ее первым полнометражным фильмом стал «Марс», премьера которого состоялась в 2004 году на Берлинском кинофестивале. Второй полнометражный фильм «Русалка» получил приз за лучшую режиссуру на фестивале в Санденсе. Приз – Фипресси на Берлинском кинофестивале и в 2008 году был номинантом от России на Оскар. Андрей Шаронов и Дарья Поверенова. Вдовец Андрей Шаронов, ректор Московской школы управления Сколково, за сердцем которого охотились все длинноногие красотки, предпочел им актрису Дарью Поверенову. Этот выбор удивил тусовку. С жизненным опытом, выстроенной карьерой, дочкой в конце концов, она не подходила под классические понятия жены-олигарха. В одном из интервью Дарья призналась, что ей не везет в личной жизни из-за семейного проклятия. По словам актрисы, всех женщин и ее семьи преследует злой рок. Три поколения женщин несчастны в браке. По этой причине для Повереновой отношения с мужчинами – это всегда новые эмоции, новые радости и новая боль. Так было до встречи с Шароновым, который не только полюбил Дарью, но и принял как родную ее дочь. Впрочем, сам Андрей тоже приобрел немало. Поверенного женщина, которая может не только поддержать мужа, но и помочь ему советом. Владимир и Екатерина Потанины. Самый богатый человек страны Владимир Потанин недавно женился тоже не на модели, а на своей 40-летней сотруднице по имени Екатерина. Медовый месяц молодожены провели на Лазурном берегу. Они отдыхали в легендарном отеле «Дукапе Ден-Рок». Также и было замечено обручальное кольцо на руке Потанина. Однако пара никак не комментировала свои отношения и тем более свадьбу. О новой спутнице жизни Потанина известно немного. Коллега работала бок о бок с миллиардером и очень давно его привлекала. Супруги живут счастливо и воспитывают дочь Варвару. Анатолий Чубайс и Дуня Смирнова. В 2012 году в СМИ появилась сенсационная информация, что сценарист Авдотя Смирнова и председатель правления Роснана Анатолий Чубайс сочетались браком. Снимок с их свадьбы в обычной квартире на фоне ковра стал настоящим хитом в интернете. Для Чубайса это третий брак, а для Смирновой – второй. Ради Авдотьи глава Роснана ушел от второй жены экономиста Марии Вишневской, с которой прожил 22 года. По некоторой информации Чубайс оставил второй супруге все совместно нажитое имущество. Земли в Подмосковье и Тверской области, квартиру в Москве, машину, снегоход и автоприцеп. А Дуне на это было наплевать. Любовь дороже денег. Александр Дюков и Ольга Слуцкер Ольге Слуцкер за 50, но кто будет сомневаться, что она завидная невеста. Ольга в непростых условиях выстроила свою фитнес-империю и относится к той категории женщин, которые сделали себя сами. Поэтому точно можно говорить, что ее избраннику главе «Газпромнефти» Александру Дюкову повезло, а не Ольге. Впрочем, они не выясняют, кто в семье главный, а уже несколько лет счастливо живут в гражданском браке. Кстати, избранник Слуцкер тоже близок к спорту. Дюков по совместительству занимает пост президента футбольного клуба «Зенит». Так что Ольгу и Александра можно с полным правом назвать спортивной парой. Вячеслав Брежд женился на своей бухгалтерши. Миллиардер к 60 годам развелся, чтобы жениться на своем бухгалтере, которая прошла с ним все тяготы жизни. Женщина ненамного моложе своего босса. Интересы у них общие. Оба любят оперу. Летают по всему миру слушать классическую музыку. Виктор Христенко и Татьяна Голикова И еще один пример того, что жены-партнеры распространены и в среде чиновников. Яркий тому пример пара Виктор Христенко и Татьяна Голикова. Личная жизнь у Татьяны долго не складывалась. С первым мужем прожила всего 5 лет, но в конце концов они расстались. Когда конкретно завязался роман, знают, конечно, только двое, но знакомы они давно. Скорее всего, еще с 1998 года, когда Христенко пришел в Минфин. Христенко и Голикова зарегистрировали брак и обвенчались в 2003 году. Для Виктора это тоже был второй брак. С первой женой он прожил 20 лет. У них трое детей. Своих детей у Татьяны нет, но с детьми мужа она в хороших отношениях. Периодически они все вместе отдыхают и постоянно общаются. Алишер Усманов и Ирина Виннер Президент Всероссийской Федерации Художественной Гимнастики Ирина Виннер и миллиардер Алишер Усманов познакомились больше 40 лет назад в Москве и с тех пор не расставались. Ирина всегда была для мужа поддержкой и опорой во всем. Супруги встретились в одном из спортивных залов Ташкента, где Ирина занималась художественной гимнастикой, а Алишер ходил в секцию фехтования. Новая встреча произошла уже в столице. Виннер тогда уже работала тренером, а Усманов учился в МГИМО. К тому времени спортсменка была уже разведена и воспитывала маленького сына. Алишер долго ухаживал за давней подругой. И вскоре восточное обаяние и настойчивость принесли свои плоды. Пара стала жить вместе, переехав в Узбекистан. Однако на жизненном пути их поджидало настоящее испытание. Влюбленных разлучила тюрьма. Когда Усманов угодил на 6 лет по обвинению в мошенничестве, именно из мест заключения свободы последовало предложение о браке. И Ирина согласилась. Все эти годы она стойко ждала любимого вместе с сыном Антоном. А после досрочного освобождения Усманова семья переехала в Москву. Марина Добрынина и Виктор Виксельберг Марина Добрынина – скромная и умная жена Виктора Виксельберга, председателя совета директоров группы компании «Ренова». Решила посвятить свою жизнь детям. Марина выглядит намного моложе супруга, но они почти ровесники. Вместе учились в МИИТе. Познакомились в студенческом походе. Поженились, окончив вуз. Она сразу ушла в тень, предпочитая воспитывать двоих детей. Сейчас Марина руководит благотворительным фондом «Добрый век». Основная работа фонда – это поддержка государственных и общественных организаций. Фонд курирует более 100 проектов по реабилитации людей с психическими заболеваниями. Помогает созданию реабилитационных центров. Фонд проводит фестиваль творчества людей с расстройствами психики «Нить Ариадны». С 2008 года совместно с фондом Никиты Михалкова «Угра. Территория любви» помогает ветеранам кино. У Виксельберга тоже есть собственный благотворительный фонд «Связь времен». Марина и там оказывает мужу всяческую поддержку. Марина и physicians к abusой escuch retrouvé рукой. Скажи,ة «Угра». У dudок придет. Марина и садик «Просzych» Меня зовут Юли played игроком увелич Storytime. Марина – Юли падает на intersect. Марина и садик «Ом арти matches. мед This way hosts миллил?!? Субтитры создавал DimaTorzok